...с людьми, а не с бумагой. А, ну, давайте будем всё-таки по теме, потому что люди-то хотят слушать именно по теме. Я могу, конечно, сейчас говорить и про носорогов там, и про макаку-резус объяснить, что это такое. Но нам-то надо эту тему разобрать сейчас, для этого люди пришли. Да, Ваше. Олег Геннадьевич, хотел спросить, Вы говорили, что мужчина должен совершать аспект, а трудиться, это где грань чрезмерного труда и аспекта? Понимаете, чрезмерный труд делает мужчину несчастным. Если он трудится и не развивается как Личность, просто работает и не развивается, он в конце концов становится слабым как Личность и несчастным. У него появляются вредные привычки, усталость чрезмерная, невозможность общаться с женой. Это признак, что он в труд должен вкладывать меньше сил. Потому что часто время не уменьшишь, время не уменьшишь в труде. Но можно, допустим, в одно ухо вставить плеер и там, допустим, слушать лекцию, как работать над собой. Или слушать молитву во время работы одним ухом, а вторым слушать, допустим, звонки. Ну, то есть, если мужчина меньше энергии вкладывает труда, больше в самосовершенствование и какой-то баланс достигает баланса, тогда он не устает на работе раз, с одной стороны, и развивается с другой стороны два. И приходит время, когда он развивается, его работа становится не такой тяжелой. Потому что чем сильнее развивается мужчина, тем выше положение в обществе он занимает. Развитие для мужчины является более приоритетным, чем труд. Но если мужчина только развивается, не кормит семью, он разрушает свою жизнь тогда. Баланс, да, баланс. И всегда надо...